31 октября в помещении узбекского культурного центра Литвы в Висагенсе, расположенного в здании Павельте-С1, прошла встреча гостей и участников узбекской воскресной школы НУР с гостями из Ташкента, востоковедом, директором туристической компании Элан-Экспресс Бабур Ашуралиевым и сотрудницей этой компании Гузай Ашуралиевой. Встреча была организована в рамках проведения Дней культуры Узбекистана в Литве и приурочена к 31-й годовщине независимости Узбекистана. В начале встречи руководитель узбекского культурного центра Литвы Лейла Урманова-Внукова ознакомила гостей с деятельностью и богатой историей центра, который в эти дни отмещает свою 21-ю годовщину. Затем гость из столицы Узбекистана рассказал о том, как живет современный Узбекистан и какую роль он играет в трансформации Центральной Азии и развитии туризма, а также поделился своими впечатлениями о пребывании в Литве и в Висагеносе. Мы развиваем туристический обмен между европейскими странами и Узбекистаном. На сегодняшний день большой интерес проявляет наша страна в Европе. Мы побывали в некоторых европейских странах. Сейчас мы находимся в Литве, на этой прекрасной земле. Вчера побывали в Вильнюсе, посмотрели эту столицу. Прекрасный город, красивый город. И нам бы очень хотелось, чтобы ездили люди отсюда к нам, гости от нас к вам. Диалог и общение, все это будет служить во благо развития дружбы и понимания между нашими странами. Раньше мы были вовлечены в процессе межнационального диалога между различными народами. И то, что я вижу, что на этой благодатной земле, Литовской, работает и Узбекский культурный центр. Во благо дружбы между нашими народами, между нашими республиками. И как раз таки нам бы хотелось вовлечь в этот процесс активистов и Узбекского центра, которые могли бы организовывать какие-то туристические группы для посещения наших исторических памятников в Узбекистане, Центральной Азии. Думаю, это было бы очень интересно. И в духе нынешнего времени. На сегодняшний день мы видим очень активную политику Европейского Союза, Центральной Азии. Свидетельствованным там является и саммит, который прошел буквально три дня назад, Центральная Азия-Евросоюз. Визиты высокопоставленных людей из Евросоюза в Узбекистан, встречи на уровнях руководителей государств. И все это свидетельствует о том, что нам в новом Узбекистане в новом времени хотелось бы более плодотворно сотрудничать с литовскими организациями. Мы открыты для общения. Благодарим Узбекский культурный центр, который, надеемся, будет большой вклад развивать и делать туристического обмена между нашими странами. Отрадно отметить, что функционирует воскресная школа НУР при Узбекском культурном центре. Также мы вчера в Вильнюсе проводили встречи, рассказывали о тех трансформациях, о тех положительных изменениях, которые происходят у нас в стране в Узбекистане. Конечно, одно дело по телевидению, другое дело, когда люди слушают и узнают какие-то новости от нас самих, от жителей Узбекистана. То, что в Центральной Азии... На самом деле, Центральная Азия — это центр Азии, а Узбекистан — центр Центральной Азии. Поэтому мы, соответственно, рассказываем европейцам, какие наши традиции, какие у нас обычаи, какая у нас национальная кухня. Ну, отрадно отметить, что Узбекский Центр как может, они показывают гражданам Литвы наши национальные обычаи и представляют нашу национальную кухню. Нам бы хотелось дальнейшего развития, чтобы и экономические связи развивались, чтобы производственные какие-то предприятия устанавливали взаимные контакты. Вот, насколько я знаю, в Литве функционируют еще предприятия «Жасмин», которые тоже сейчас ведут определенную работу по взаимовыгодному сотрудничеству с узбекскими предприятиями. Хотелось бы, чтобы этот обмен и вот это сотрудничество было, имело свое развитие, и чтобы это было во благо всех народов наших стран. В настоящее время в Висагинесе проживает немало выходцев из Узбекистана, особенно из города Новои. Поэтому совсем не случайно 19 апреля 2022 года этот город стал городом-побратимом Висагинеса. Это очень символично, и я как-то сегодня прошелся по городу и увидел, они очень даже похожи и по духу, очень интересный, прекрасный город. Также и Новои, они очень похожи, как два брата. Поэтому очень хочется, чтобы братские отношения были установлены и на уровне руководителей городов. Есть у них чем обменяться, есть у них что у друг друга, перенять опыт какой-то. Соответственно, и наша делегация приезжала вот из Узбекистана. Недавно они посетили, они посмотрели город Висагинес, как здесь обменялись опытом градостроительства. И все это во благо наших, конечно, стран. Мы также поинтересовались, какую поддержку на официальном уровне оказывает сегодня Узбекистан узбекским культурным центром в других странах. Надо отметить, что функционирует в Литве и узбекский центр в Вильнюсе, и отдельно еще существует узбекский центр в Висагинесе. А в Узбекистане существует специальный такой государственный комитет по национальным связям. Это организации, которые постоянно в контакте с нашими товарищами в Литве. Конечно, много можно будет сделать по обеспечению нашего узбекского центра какими-то нашими материалами, национальными инструментами, литературой. Что в процессе общения они могут многое определить, чем они могут быть для друг друга полезны. Да, в Узбекистане на государственном уровне есть вот это вот направление по поддержке узбекской диаспоры за рубежом. Я надеюсь, что это в ближайшее время ощутят на себя и узбекские центры прибалтийских странах. Ну и, конечно же, всех гостей ждал горячий чай, узбекский чак-чак, восточные сладости и другие угощения, которые вместе с уютной обстановкой узбекского класса так располагали к дружескому общению и беседам.